Четыре раза ходил в ресторан, ни разу не подрался. Он меня не влазил в рукав. На бандфаксе бы вышла громко Макулов, подписал смертный приговор Макулову. Я не согласен с нашим президентом. Такая профессия, я ничему не верить. Реформа начинается тогда, когда заканчиваются деньги. Мне иногда в общежитие приходилось привозить там четыре мешка денег. И это что, все деньги ваши? Сколько стоит один год жизни Андрея Ивановича Макулова? Если так пойдет, я, наверное, буду без молотка в ресторан ходить. Вы давно оружие в руках держали? Держал летом. Летом? Этим летом, вот этого года. А познакомились? С оружием? Да. Сколько вам было? Так, ну, наверное, в первый раз класс седьмой. И как это произошло? То есть, ну, не в таком тире? Ну, нет, нет, не в таком. Не, ну, я имею в виду оружие, это не пневматическую винтовку. Не-не, настоящее такое, боевое. Я имею в виду оружие однестрельное, которое, как произошло, ну, я взял у своего товарища пострелять. Товарищ был старше меня где-то на полгода. Вообще, я жил в Новокузнецке. Новокузнец – город, это Советский Союз, то есть, это город, когда, в котором, ну, наверное, с половины Советского Союза плавили оружие. То есть, некондиционное, там, отработанное, бракованное. А у вас у самого было оружие в доме Новокузнецке, в самом бандитском городе, как говорят, в 90-е, в России? Ну, знаете, мне кажется, я вот даже вспоминаю, я не могу вспомнить никого из своих друзей, у кого бы не было оружия. В школе? В школе, да, в школе. То есть, вы шли гулять во двор и брали с собой револьвер или как? И так бывало. У меня даже, знаете, есть воспоминания из детства. Ну, это, наверное, у меня был класс, может быть, ну, восьмой. И вот мы ходили вот таких, ну, в шубах, в тулупах. Вот, и у меня был из мелкокалиберного ружья сделан, ну, как, обрез, наверное, называется. То есть, обрезан был приклад и чуть-чуть ствола. И он у меня не влазил в рукав. Вот, и я ходил, и у меня все время, значит, кусок ствола торчал. А мне друзья говорят, ну, пойдем, мы куда-то там шли, пойдем уже быстрее, да, пойдем уже быстрее. Я говорю, ну, подождите, меня вот отпилил мало, мне надо еще отпилить, чтобы он у меня в рукав влазил. Они говорят, да ты не отпиливай, ты же еще растешь, вот, а на следующий год вырастешь, он тебе будет уже как раз. Вот, ну, и такой вот обрез на вырос получился. Ну, и это, понимаете, это как-то, ну, я не знаю, это не казалось чем-то таким необычным. То есть, это было почти у всех. Пострелять хотите? Ну, давайте попробуем. Выбирайте. Что хотите? Ну, хоть чего, давайте с пистолета. Во дворе-то в кого-нибудь хоть стреляли, там, я не знаю. В кого-нибудь нет. Нет, то есть вы просто так, для профилактики насилия. Даже по кошкам не стрелял. Ствол только у нас в сторону мишени направлены, ни на себя, ни на людей, никуда. Все, он заряжен, можно стрелять. Ох, ё, разбил. У меня мама врач, она работала там, наверное, каждый день так же, как сейчас работают врачи во время ковида, то есть на износ. У нее постоянно она была занята, то есть у нее работа, работа, работа. Отец тоже работал на шахте, вот, и, ну, это тяжелая работа. Каково это было, когда твой папа уходит в шахту, а там, ну, завалы, это было как, ну, вот, вот он произошел, там, 60 человек погибло. В газете написали, следующая смена вышла. Да, вот погибали практически у всех, у кого-то в каждой семье кто-то был, у кого погиб какой-то родственник, либо там, близкий человек. У меня, допустим, погиб брат двойродный. Там жил, жил, там, общался с человеком, раз, его не стало. И это не было каким-то таким, ну, там, шоком, либо еще что-то. То есть вот отношение к человеческой жизни было, ну, такое, это не было какой-то ценностью. У него же посильнее убойная сила или так же? Да нет, все одинаково, чисто в ней. Бутылка не разбивается. Здесь уже повеселее можно очередить. Под обрез или по центру настроен? По центру. По центру настроен. Ой. С четырех раз разбивается. То есть вы вот так натренировались, но никогда это не использовали, да? Ну, понятно, почему не использовали. Могу попасть. Быть банкиром в 90-е, это как вообще было? Насколько это было опасно и насколько это отвечает тем историям, которые нам сейчас рассказывают про 90-е? Знаете, когда я начал банк организовывать, это был первый коммерческий банк вообще на Алтайском, в Алтайском крае. Мне вообще сначала сказали, что с ума сошел. Один из беднейших регионов в стране нашел денег. И вдруг вы решили организовывать банк. Цветные телевизоры, двухкамерные холодильники и 3-4 автомобиля на подъезд. Это была, ну, как бы обычная ситуация. Если отец шахтер не пил, вот так, то все это у семьи шахтера было. Вот так в Барнауле такого не было. Я, честно говоря, даже про Барнаул мало что слышал. И мне, когда меня распределили в Барнаул, я такой говорю, так, Барнаул, это же вроде бы где-то недалеко. А мне мама говорит, ну вот, это же, говорит, Барнаул, вот город ты видел по субботам. Такие люди прибегают с вокзалами, с сумками по магазинам бегают, колбасу покупают. Вот это с Барнаула приехали. Вот, я такой думаю, ну да. И когда я приехал в Барнаул, что-то оказался совсем другой мир, и люди тут маленько были иначе воспитанными. У меня был знакомый один только здесь в Барнауле, я вам уже говорил, Андрей Степурко. И мы как-то с ним пошли там в кафе или в ресторан посидеть. И он мне говорит, а что у тебя такое в рукаве? А я говорю, молоток. Он говорит, а зачем ты его взял? Я говорю, так в ресторан же идем. Он говорит, а зачем молоток-то взял? Я говорю, а как в ресторан без молотка? Вдруг там драка будет или еще что-то. Он говорит, у нас не ходят с молотками. И когда я потом рассказывал своим друзьям в Новокузнецке, говорю, знаете, четыре раза ходил в ресторан, ни разу не подрался. Вообще все перепуталось в голове. Значит, один с третьим, с четвертым разом вспомнить нечего. Вот. И я говорю, если так пойдет, я, наверное, буду без молотка в ресторан ходить. И они такие слушали, слушали меня, это Новокузнецкий, друзья. И такие говорят, да. Говорят, слушай, ну ты вообще, конечно, рассказываешь, все понятно. Ну уж так врать, чтобы в ресторан без молотка, это ты вообще загнул. Ну, то есть не представляли, что может быть какая-то другая жизнь. В Барнауле было все гораздо спокойнее. Но это и было разное ведение бизнеса. Уже когда я работал в банке, мне приезжали там мои знакомые из Новокузнецка или из Кузбасса и удивлялись. Они говорят, слушай, Андрей, как ты тут работаешь? Я говорю, что такое? Я говорю, знаешь, мы его там с фермером договорились, дали ему денег на посевную весной. Договорились, оговорили цену на урожай, чтобы забрать зерном у него. Все. Осенью приезжаем. Он говорит, слушайте, денег нет, был не урожай, отдать ничего не могу. А у самого там трактор новый стоит и Нива новая. Да Нива откуда? Он говорит, да Нива не моя, Нива сына. А трактор жены. Вот, а у меня денег нет. Я ему говорю, ты что обманываешь? Я тебе сейчас ногу прострелю. А он смотрит на меня и смеется, и я вижу по нему, что он не верит. Просто безвыходная ситуация. Люди говорят, они не выполняют. И не боятся не выполнять. Короче, не пуганные, да? Не пуганные. И это, ну, это сложность. С чего вы вообще стартанули? И как пришла идея создать первый коммерческий банк? Реформа начинается тогда, когда заканчиваются деньги. Вот до того, как начать организовывать банк, я до этого работал в Комсомоле. И мои обязанности были организовывать молодежные предприятия. То есть тогда разрешили молодежи заниматься бизнесом. И много молодых людей начали заниматься бизнесом. И мы столкнулись с тем, что когда начинаешь какое-то дело, то нет не только знаний, но и денег. Мы ходили в государственные банки, пытались там что-то получить, чтобы развивать, начинать там свои дела. Но практически везде получали отказ. Либо тянули и не давали ничего, либо отказывали сразу. Поэтому пришла идея в горкоме Комсомола о том, что нужно организовывать какой-то свой банк, который бы мог финансировать те начинания, которые молодежь начинает делать. Ну, вот с этого возникла идея. Откуда деньги взяли, чтобы, в общем-то, выдать какие-то деньги? Вы же, ну, сначала где-то эти деньги раздобыть. Да, ну, была большая подготовительная работа там проведена. Так было проведено множество бесед с уже действующими предприятиями. И договаривались так, что если будет открыт банк, то там они перейдут свои счета и хотя бы часть денег будут хранить вот на счетах в этом банке. Потом во многом помог существующий еще в то время Центральный комитет ЛКСМ. То есть ЦК ЛКСМ организовал банк всероссийский, и мы здесь открыли его филиал. Это был не совсем частный банк, вернее, даже это был не частный банк, это был банк общественной организации «Комсомол». И когда мы уже перешли в частный бизнес, то у нас уже был, там, мы несколько лет проработали вот в этом банке, у нас уже был коллектив, связи, люди, умения первоначальные. То есть уже нас знали, и когда мы открывали самостоятельный банк полностью, то как бы у нас уже был наработанный опыт. Но вот изначально, когда мы начинали, у нас из оборудования было два стула, даже компьютера не было. Из оборудования было два стула и книга, да, «Гроссбух». Да, и две книжки. Вот так вот. Но на сегодняшний день Форбанк один из крупнейших региональных банков, которые были созданы с нуля. Вот. Так, ну, в этом есть и моя заслуга тоже. То есть вы не считаете, что это полностью ваша заслуга и ваша тоже? Нет, ну, конечно, это не моя заслуга. Я даже больше скажу, я за всю свою жизнь никогда не был ни в одной сфере самым лучшим. То есть я работал в банке, но я никогда не был там лучшим экономистом, я не был лучшим бухгалтером. Я вот смотрел, всегда были люди, которые были лучше меня, это делали, и я это понимал. Но я думаю, а в чем моя-то заслуга была? Вот, ну, моя заслуга, наверное, в единственном, что вот я всячески старался сделать так, чтобы они вот свои способности вот эти могли реализовать. Во-первых, тогда человек счастливее становится, если он реализует свою способность, а во-вторых, это приносит пользу делу. В Барнауле вот проблемы с бандитами не было. То есть вот такая проблема с бандитизмом не стояла. Были другие проблемы. Большие проблемы были с так называемыми правоохранительными органами. Вот это в кавычках правоохранительными органами, потому что я вот не могу вспомнить. Они тоже были бандитами в то время? Да, то есть, причем они гораздо более опасные были, чем вот такие бандиты. Я помню, у нас зашел какой-то молодой работник, наверное, АБЭП тогда еще был, в хранилище банковское заходит, увидел, ну, деньги лежат. И он такой, у него глаза такие загорелись, и он говорит, и это что, все деньги ваши на меня показывают? Я говорю, да нет, это хранилище банка, это деньги организации. Но это же частный банк, значит, это ваши деньги. Уровень понимания, да? Да, уровень понимания был примерно такой, уровень компетенции. Вот один из поворотных моментов, он уже 14-13-16 лет наступает. И вот в это время большое значение имеет мужчина, который там есть рядом. Там тренер, отец, дед. У меня тренер сыграл большую роль. То, что я повернул вот в ту сторону, в которой я сейчас нахожусь, а не в ту сторону, в которую повернули там многие мои знакомые, вот в сторону разбоя и бандитизма. И вот он, когда я учился на втором курсе, он мне говорит, Андрей, у тебя сейчас вот такой уровень хороший физический, что тебе надо либо переходить в профессиональный спорт, вот так, либо надо продолжать учиться. Вот ты выбери, что ты будешь делать, потому что и то, и то не получится. Через неделю я пришел и сказал, Ген, я буду учиться. Он говорит, правильно. Значит, вот тебе надо учиться. У нас, говорит, это, кому голову пробивают, вон, полная секция, а тебе надо учиться, хотя мне очень жалко. Почему у вас это был тренер, а не отец? Ну, потому что я с тренером проводил большую часть времени, то есть отец там работал на шахте, я его редко видел, вот так, ну, то есть видел, но тренера я видел больше, и отец, ну, как-то меньше занимался. У меня даже мой дед больше на меня воздействия оказывал, чем отец. И я еще, я жил у бабушки с дедушкой, родителей я видел, но редко, там, по выходным. Дедушку с бабушкой видел каждый день, но у дедушек с бабушками же внук всегда самый хороший, вот так, поэтому они обычно не воспитывают. А из ваших одноклассников или из пацанов с вашего двора много уже нет в живых? Вот из нашей компании примерно 4, ну, 4 человека, вот, их убили. То есть половина? Ну, чуть меньше половины. Я не согласен с нашим президентом, ну, наверное, поэтому он президент. Это мы вырежем. А я, а я не президент, вот, нет, он, видимо, потому он так говорит, поэтому он президент. А я с ним не согласен, и я не президент. Но он говорил, что он, если драка неизбежна, надо бить первым. Я так никогда не считал. Я сколько не вспоминал, ни разу не было, чтобы я бил первым. И вообще я всегда считал, что важнее не первым ударить, а важнее последним ударить. Вот, это гораздо важнее. А лучше всего не доводить. Вы лично, как руководитель, готовы отдать часть функций, например, с живого бухгалтера нейросети? Ну, это уже происходит. Это уже происходит. И происходит сокращение штатов во всех банках. Тяжело вам дается увольнять людей, которые там у вас работали где-то? Человек вот в окне сидел, а потом стал не нужен, потому что его может заменить. Ну, мне, да, мне тяжело, мне тяжело. И, да, было сложно, потому что еще были разные законодательства. То есть в Российской Федерации одно законодательство действовало, в Советском Союзе другое законодательство действовало, в Алтайском крае третье законодательство действовало. Они часто противоречили друг другу. И вот поэтому приходилось все время что-то находить, какие-то компромиссы. Вам не кажется, что если бы как раз неразберихи не было, возможно, ничего бы и не получилось? Возможно, да. То есть, ну, однозначно, что свободы, экономической свободы было значительно больше. Поэтому был такой рывок совершен. Я считаю, что первые годы после перестройки, вот период, когда Советский Союз там уходил, возникало другое государство, произошел очень резкий экономический рост именно вот в секторах малого-среднего бизнеса. Мы работали в этом секторе. То есть предпринимательская инициатива у людей была на очень высоком уровне. То есть очень многие становились предпринимателями. Во-первых, да, неразбериха в законах, это был и плюсы, и минусы, но для роста предпринимательства это были плюсы. Плюс было очень льготное налогообложение. А как долго вам было интересно и в кайф заниматься именно оперативной деятельностью? Банком? Да, банком. Ну, мне было интересно с самого начала. Ну, и вообще, как я старался все время делать работу, которая интересна. То есть мне вот на том этапе, когда я начал заниматься банком, мне это было очень интересно. Поэтому я даже это не считал, что это работа. То есть, ну, это просто интересное дело, которым ты занимаешься, потому что тебе охота этим заниматься. Вот, наверное, ну, наверное, так, лет 10, вот, мне было заниматься этим интересно. Потом, там, следующие лет 7-8, как бы, ну, ну, да, занимаюсь, но это, ну, потому что идет, оно и идет. Вот, потом мне, там, следующие, там, допустим, лет 5, мне уже как-то стало не очень интересно, потому что мне практически все в этой области стало понятно. Мне нравится заниматься предпринимательством. То есть, что-то предпринимать, принимать какие-то решения, что-то действовать. Банковская сфера на сегодняшний день, она не предполагает предпринимательство. Вот, то есть, это такая сфера, которая подчинена четким инструкциям, четким правилам, вот, и роль человека в ней снижается очень сильно, практически до нуля. То есть, вот, роль отдельной личности в банковской системе практически ничего не значит. И со временем вот эта тенденция, она ускоряется. То есть, постепенно людей заменяют программы, алгоритмы, правила действия. Много профессий, вот, которые находятся на грани, там, исчезновения. Вот, то есть, такой тоже определенный слом происходит сейчас. И поэтому, вот, это как раз шанс для новых предпринимателей. То есть, это примерно тот же шанс, что в 90-х. В 90-х сменился, там, общественно-политический строй, а сейчас меняется экономика. А любой слом – это шанс для того, чтобы заниматься новым предпринимателем. Мы в каких-то моментах важных были на год, на полтора года быстрее, чем крупные банки. Вот, мы одних из первых, допустим, внедрили пластиковые карты, чиповые пластиковые карты. Когда они, допустим, у того же Сбера только начинались, у нас уже 9 тысяч человек, работников Алтаэнерго, обслуживались по пластиковым чиповым картам. Если на каком-то этапе то, что зарабатывает банк, на инновации хватало, то сейчас дорогие инновации требуют больших затрат, и капиталов у мелких банков уже не хватает. Именно поэтому мы начали также, наверное, одни из первых в крае процессы слияния банков. А без инноваций сейчас в конкурентной борьбе не выжить. Ну, а инновации, вы имеете в виду сейчас, наверное, это все в IT-технологиях? Да, IT-технологии. Все приложения, чтобы можно было с телефона платить. Да, совершенно верно. Вот банк, оперативная деятельность перешла к каким-то наемным сотрудникам. Дальше. Андрей Иванович, чем себя развлекал? Какими? Предпринимательскими делами? Ну, у меня какие-то интересы были все время, помимо банка. Вот так. Когда мы с нашими акционерами банковскими приняли решение об укреплении банка, понимая тенденцию, которая идет, надо переходить больше в цифровой формат, а это предполагает меньшее участие человека, соответственно, появилось там больше времени. Мне тогда очень интересовало, ну, у меня был бизнес за рубежом в Казахстане, значит, по добыче минерала Монтмариланита. Вот это из класса бентонитов, он применяется либо в добыче нефти, значит, в крекинге нефтепродуктов, в получении бензинов, как катализатор используется, и в том числе он используется в медицине, как сорбент. Вот, и мне всегда интересовало, а как сорбент действует в организме человека? Вот как он, как он, почему вот он что-то забирает, а что-то нет? Вот так вот, как это вот взаимодействие происходит, там, на каком уровне, там, физика, химия, что это такое? Ну, так как это было довольно долго, наверное, на протяжении лет семи или восьми, то мне практически все стало понятно про сорбенты, но мне непонятно было, а как дальше? Но сорбент, он действует поверхностно, а как на уровне клеток это взаимодействует, как человеческий организм, вообще как он функционирует? Вот, и я стал заниматься вот этим, ну и результатом, наверное, этого стало как раз образование организации Института биорегуляции физиологии человека, который как раз это и изучает. То есть он изучает человеческий организм на уровне клетки, как функционирует вот человеческая клетка. Что это за баночки, бутылочки? И почему вас сюда пускают? Это один из кабинетов лаборатории Института биорегуляции физиологии человека. Это такая организация, которая занимается вот природоподобными технологиями, препаратами для улучшения здоровья человека. Это вот один из кабинетов лаборатории. Здесь происходит контроль входящего и исходящего сырья. Ну вот объясните мне, вы всю жизнь занимались бизнесом. Бизнес — это история про деньги. Вот все эти наукоемкие бизнесы, это же история сильно не про деньги. Или, по крайней мере, про деньги не сейчас. Что вас заставило пойти в эту сферу? Есть же намного более рентабельные сферы. Пивоварение, лесопиление. Пивоварение. Деньги уже появились, и когда уже стало понятно, что это не самая главная ценность, начинаешь, может быть, это с возрастом, начинаешь понимать, что вообще самая главная ценность — это здоровье. Поэтому вот эта система лечения симптомов, она в последнее время все больше и больше начинает превалировать над системой вообще здорового человеческого организма. А направленная работа на то, что человек постоянно потреблял какие-то лекарственные средства, которые что-то лечат, какой-то симптом, но в это время портят другое. И вот здесь любые препараты — это в какой-то степени лотерея. Вчера этот препарат был химически созданный, искусственно. Вчера он был полезным. Через некоторое время выясняется, что он там вредный. Ну, там, сто лет назад, даже 70 лет назад, даже 20 лет назад ртуть использовали вполне для пломбирования зубов. Побочные бизнесы помимо банка, значит, у вас добыча минералов. Вы недвижимостью, да, владеете разной? Нет, ну я владею недвижимостью, да, но это, я не считаю, что это там какой-то вид бизнеса, либо еще что-то. Это несложный вид бизнеса на самом деле. Зачем вообще можно купить историческое здание, которое государство требует его приводить в божеский вид за собственный счет, а вариантов, что там можно делать, не так много, потому что государство тоже что-то не разрешает в историческом здании организовать? Ну, то есть мы к этому пришли не специально. Все случайно получил? Ну, вот со зданиями, да, со зданиями случайно, потому что первое здание, которое мы взялись за реконструкцию, восстановление, это было как раз на Горького, где как раз сейчас ваша телекомпания размещается. Вот, то есть оно было в заброшенном виде, и его предыдущий владелец, а это был один из госчиновников, он нам предложил его купить за небольшие деньги и сказал, что он поможет решить вопрос, чтобы его снести, чтобы его снести и построить на его месте какой-нибудь новый офис. Пошли посмотреть, и когда мы в него зашли, я, как сейчас помню, это был очень жаркий день, такая жаркая погода стояла, и вот мы заходим в это здание и как в другой мир попадаем, то есть там тихо, прохладно, хорошо, вот так. Я говорю, Владимир Иванович, ну, я не могу представить, как его можно снести, и он говорит, Андрей, я тоже не могу представить, как это можно снести. И мы такие думаем, нет, сносить нельзя, посмотрели, почитали его историю, вот так. А когда я еще прочитал о том, что здание сделано по эскизам архитектора из Петербурга Макулова, вот так, то мне Владимир Иванович говорит, слушай, грех сносить, надо тут исследовать, вдруг твой родственник. Нет, смотрите, там банфакс мог бы выйти, на банфаксе бы вышла громкая Макулов, подписал смертный приговор Макулову, ну, что-нибудь такое было бы. Могло бы, да, наверное, вот, но этого не произошло, нам просто стало жалко, но мы никуда не торопились, мы его восстанавливали долго, то есть, по-моему, мы около 10 лет, у нас ушло на восстановление, ну, и какие были деньги, мы тратили на то, чтобы восстановить это здание. Вы никогда не обращались к своим, там, партнерам по спаррингу или еще кому-то, мол, там, Иван Иванович или там, Семен Петрович, давайте-ка какие-то госсредства, там, какой-нибудь грантик вкинем, дело-то благое, так сказать. Я согласен, и здесь, как бы, мы, я не помню, по-моему, мы обращались, вот, по-моему, мы обращались, вот, но мы не к партнерам, там, по спаррингу обращались, мы обращались официально, вот, так, нам очень сильно пытался помочь отдел вот культуры города Барнаула, вот, так, но как-то все время что-то не получалось, вот, что-то не получалось, и мы, как бы, поняли, что ты на это тратишь времени больше, чем просто есть какие-то средства, чтобы вкладывать, мы выходили несколько раз, там, с инициативой, либо за счет налогов что-то решить, потому что, когда здание тебе достается стоимостью 1 рубль, его оценивают, вот, так ты тратишь на него массу денег, вот, и чем ты лучше его сделаешь, тем тебе потом больше приходится платить налогов, потому что его потом производят переоценку, и оно там стоит сотни миллионов, и ты вдруг 4 года ты не платил ничего, потратил уйму денег, и тут начинаешь еще более гигантские деньги платить на налог, на имущество, вот, так, то есть это есть, я думаю, из-за этого и проблема у нас в Барнауле с тем, чтобы что-то сделать с историческими зданиями, вот, даже здесь вот недалеко находится несколько зданий, которые уже не могут продать несколько лет, потому что люди есть, которые бы готовы были взяться за их восстановление и содержание, но последующая эксплуатация и вот налоговое давление, оно всю охоту убивает, поэтому, вы правильно сказали, восстановление и эксплуатация исторических зданий, это не коммерция, то есть это прибыли здесь нет, все бизнесы, которые вы перетислили, может быть, еще какие-то есть, они, может быть, еще есть, вы не знаете, да? Вот, но из таких более-менее крупных, наверное, все. А когда у вас произошло понимание, что вот вы теперь больше не пацан из двора, у которого там уровень жизни у всех одинаковый, а что вы обеспеченный человек? Такого, чтобы как бы там вот слома какого-то там или еще что-то у меня нет, такого, и перехода такого не было, меня не удивляли там деньги какие-то большие, то есть когда мы начинали банк, то есть мне иногда, я жил в общежитии, мне иногда в общежитии приходилось привозить там четыре мешка денег, то есть реально четыре мешка из-под картошки денег, потому что кто-то приносил выручку сдавать, а хранилище мы арендовали, оно было закрыто, и мы с водителем просто четыре мешка заносили ко мне в комнату, где я жил, там еще с двумя товарищами, и они стояли там всю ночь до утра, у меня никогда не вызывало какое-то вот что-то, вот что-то такое, потом увидел и все, не знаю, я считал, что это всегда лишь одно из средств, значит, для того, чтобы делать другие какие-то более интересные дела, деньги, они возникали всегда побочно, не, вот целью заработать денег каких-то, вот я сколько ни вспоминал, ну ни разу не было, я не помню, сколько мне было лет тогда, наверное, ну класс седьмой, наверное, я учился, вот так, и мне мама давала деньги один раз в год, вот, то есть она мне всегда говорила, вот Андрей, имею в виду, вот, а я у нее просил, чтобы мне купили мопед, но мопед стоил дорого, вот, она говорила, я тебе дам деньги, вот так, и ты можешь на эти деньги купить мопед, но тебе нужно купить еще пальто, шапку, обувь на зиму, у тебя этого ничего нет, вот, а если ты это все купишь, то тебе, значит, ну на что-то не хватит, и дала мне 700 рублей, 700 рублей это была, ну, огромная сумма по тем временам, потому что, ну, зарплата директора завода была там порядка 30, 320 рублей, где-то так примерно, вот, вот, я думал, думал, что купить, и все-таки купил мопед, и все лето ездил на мопеде, и девочки со двора всех катал на раме, вот, а когда наступила осень, я купил пальто, вот, шапка у меня еще старая более-менее была, а вот обувь уже была совсем плохая, и на обувь мне не хватило деньги, и мне мама не дала больше денег, я кое-как зиму проходил до такой степени, что у меня к весне оторвалась подошва, и я ее проволокой привязывал, чтобы она совсем не отпала, и вот на такой привязанной подошве ходил почти месяц по снегу, но мама так и не дала мне больше денег, значит, ну, говоря, планирую сам, вот, видимо, вот, вот, эти элементы воспитания, они вот позволили, во-первых, понимать, как нужно планировать деньги, на что их нужно тратить, вот так, и понимать, что они просто так не свалятся откуда-то. Слушайте, ну, а вот, кстати, интересно, и как вы после этого, вы перестали покупать мопеды или что? Или сначала необходимое, а потом классное? Нет, честно говоря, после этого я, мы с товарищем устроились игрушками в кооперативном магазине. А, вы сделали вообще классный вывод, то есть вы решили, что лучше больше зарабатывать? Да, то есть тут два выхода всегда, когда не хватает на что-то, то варианта два, либо ты на чем-то экономишь, либо ты стараешься больше заработать. Тогда я принял решение, что нужно заработать. Я после восьмого класса, мы с товарищем работали дворниками в церкви одно время, но потом нас оттуда, значит, не стали брать на работу, мы неправильно перекрестились. Мы устроились грушиками в кооперативный магазин. Там не нужно было креститься, поэтому карьера пошла вверх, да? Да, карьера пошла неплохо. Верующий? Нет, я не верующий, я не крещен. Не крещен, и я сложно отношусь к институту под названием церковь. Вот, у меня к ней много претензий, так сказать. Вот, но с уважением. Вот, к той трактовке, значит, которая дает там церковь, любая, ну, из которых я знаю, там, католическое, православное, любое христианское течение, мне это не объясняет ничего. То есть, мне кажется, это сильно просто. Может быть, у вас ревность? Я воспринимаю по-другому. Вы же тоже на божественное это замахнулись, продлить жизнь человека. Сколько вложено денег вот в это, вот в этот проект? В деятельность? Да, вот в это. Мы не считали. Ну, вот вы сколько? Ну, вы же банкир, ну, как вы не считали? Ну, там все равно где-то там у вас там прессуется. Ну, это десятки миллионов. Просто мне интересно, сколько стоит один год, дополнительный год жизни Андрея Ивановича Макулова в переводе? Может быть, просто на эти 10 отгулять сейчас чуть-чуть поменьше, но поярче, как-то так? Ну, гулять можно сейчас. То есть, я же говорю, вопрос был, чтобы не менять образ жизни. Звучит, как заговор масонов. Как будто бы вы банкиры решили свою жизнь, скинулись по 10 миллионов и решили свою жизнь продлить. Я вот не был прямо такой фанат на работе, что прямо умри на ней. То есть, потому что я понимал, я еще раньше знал, когда занимался спортом, я знал, что если ты перетренируешься, вот так, то потом тебе, чтобы восстановиться, тебе нужно потратить столько времени на восстановление, что лучше бы ты меньше тренировался, а лучше бы вот эти кусочки времени распределил на отдых. Поэтому я вот так, чтобы прямо что-то усиленно старался не перегружаться. Но понятно, что это было в ушер почему-то. А когда там уже человеку за 50 лет становится, то это начинает проявляться, в том числе в здоровье или еще что-то. Кстати, одна из причин того, что я начал заниматься институтом биорегуляции физиологии человека, как раз это возраст и изменения в здоровье. И не только у меня, а у моего окружения, у моих друзей, знакомых. Я родился и вырос, и мой организм формировался в самом грязном районе, на центральной улице заводского района. То есть все выхлопы, которые там проходили, начиная там алюминий, ферросплавы, уголь, ну все, все таблицы Менделеева, там кадмий, висмут, свинец, цинк, все было в избыточном количестве. Раньше между окнами клали вату, значит там зимой, там всяких строили фигурки. И вот мы за зиму четыре раза меняли вату, потому что она становилась черной. Это все, получается, вот было у людей в легких. Средняя продолжительность жизни в Новокузнецке в то время не превышала там 50 с чем-то лет. Вы все это пьете и едите? Примерно года четыре. Уже года четыре? Да. Какие чек-листы делаете, здоровье? Делаю. Что у вас, что улучшилось? Давайте по фактам. Я стал здоровее, вот по фактам. Я вам верю на слово. Мне сейчас 56 лет, знаете, так. Я в 50 лет чувствовал себя гораздо хуже. Видите, мы же банкиры, вот так у нас такая профессия, ничему не верить. Я был самый последний в организации, который во что-то поверил. Но линейка продукции, она растет все время. Но когда мы начали выпускать первую, это была фулевая кислота. То есть это одна из фракций гуминовых веществ, которая отвечает за превращение минералов в хелатную форму. Ну, то есть форму, которая помогает организму усваивать это. Заболевал там ребенок в школе, потом жена, потом я. Вот так. Потом я стал пить. Значит, так. Около года прошло. Наступила зима. Вот так. Заболел ребенок, заболела жена. Я нет. Знаете, так. То есть вы ребенку и жене не дали? Потом начала пить жена. Знаете, так. Ребенок заболел, жена и я нет. Вот так. То есть я заметил, что... Ну, просто я стал здоровее. У меня... Я уже несколько лет вообще не болею никакими заболеваниями там простудными. У вас уже и так есть все. А о чем вы мечтаете? Третья вопрос. Все это что? Я не считаю, что у меня там есть все. Слушайте, ну, большинство... Вот если вы почитаете вот в интернете там мечта, мечта там 50-летнего россиянина. Там будет у большинства, там, не знаю, чтобы ипотека была закрыта, допустим. Там еще что-то. Ну, то есть такие какие-то бытовые такие вещи, связанные там с тем, что немного люди зарабатывают. Вы все-таки человек там состоятельный. И у вас уже такого вопроса нет. Поэтому я и спрашиваю, о чем... Какая мечта у человека, который не мечтает о бытовухе уже? О том, чтобы бытовуха как-то наладилась? Ну, понятно. Но тут ничего нового не ответишь. Есть давно изученная практика пирамида маслов. Вот когда первичные там потребности, потом следующие идут, потом следующие. По-моему, на вершине стоят какие-то там творчество и духовное развитие. Мне нравится заниматься творчеством, допустим. Что вы имеете в виду под этим? На гитаре играется? Я на гитаре играю, и музыку пишу, и песни, вот слова. То есть мне это... Я это и в школе это делал, но мне на это не хватало времени. Сейчас стало больше времени на это хватать. Вот так. Потом эти материальные потребности... Я считаю, что у меня не очень высокие материальные потребности. То есть вот мне там какие-то там яхту стремиться купить там 50 метров, либо еще что-то. У меня там самолет личный... Ну, у меня нет таких потребностей. Ну, тем более, что у моих друзей есть самолеты и яхта. Я могу у них попросить прокатиться. Но мне самому это не надо. Мне другое интересно. Мне интересно заниматься каким-то интересным делом. Сейчас под этой формулировкой все. От тантры и до йоги. Прости, Господи. Да, ну, йога, она духовная, да, и чисто физическая. Вот. Я физически понимаю что-то такое, а духовно нет. Наверное, я еще до этого уровня, до духовного, еще не дошел. Я когда беседовал несколько раз с представителями Русской Православной Церкви, вот, и когда мы с ним беседовали о Боге, вот, так, они мне сказали, Андрей, ты еще не созрел для духовного общения попозже. Вот. Ну, то есть, пока я не могу что-то сказать, что это такое. Я пока на материальном, физико-химическом, отчасти там, квантовом уровне. Мне вот это интересно. А если бы вам дали возможность самому себя в титере подписать, вы бы как написали, вот, Андрей, Макулов в нашей программе, а они же, кто вы? Ну, я, наверное, все-таки предприниматель. Вот, больше. Предприниматель больше, чем? Ну, я 30 лет, сегодня 28 лет исполняется Форбанку, я больше 30 лет работаю в банковской сфере. Вот. Но я, наверное, предприниматель больше, чем банкир. Субтитры создал DimaTorzok